здравствуйте мои дорогие друзья приветствую вас на канале ксана оксана goodwin vintage сегодня вместе со мной я вам предлагаю распаковать все свою новую покупку вот этот мешочек заказала на сайте посылочка пришла не терпится мне разобрать и увидеть те вещи которые я надеюсь меня не разочарует ну вот так упакован со мешочек но перед тем как приступить к распаковке этого лота винтажного хочу показать вам еще свою неожиданную находку и это вот такая шкатулка лаковая шкатулка в новом состоянии сочетание видите черного лакового такого материала не знаю что это по всей вероятности вот это я когда покупала подумала что это пластик но по некоторым признакам думаю что это все таки натуральная деревянная поверхность на во всяком случае вот это его часть которая первоначально я подумала на просто просто стилизована под деревом и это шкатулка которую я уже отчасти начала заполнять посмотрите линкольн я думаю что она была абсолютно новая сейчас я уберу те украшение которые я уже так наметила в ней держать в эти украшения видели кстати в моих прошлых распаковках и находках и это новая шкатулка абсолютно новая была вот с такими вкладышами и я так думаю что при покупке автомобиля возможно в подарок или каким-то бонусом бонусом давали и вот эту вот шкатулочку видите так как автомобили именно линкольн эти автомобили высокого класса и именно вот это меня и сподвигло на то чтобы посчитать что это деревянные детали выполнено просто изумительно черная бархатная внутренняя часть здесь вот от влаги защита и здесь вот все таким образом устроена в отличном новом состоянии на магнитах и я сначала подумал что вот верхняя часть тоже пластиковая да но вот сейчас я вам покажу вот такая вот деталь честно скажу не знаю предназначение этой шкатулки к я первый раз увидела не рассмотрела этот логотип просто подумал что это коробка для сигар почему-то вот такая была у меня идея но не знаю предназначение этой шкатулочки видите вот эта часть вытаскивается все просто вы но выполнена просто изумительно и вот внутренняя часть именно вот этой коробочке очень напоминает натуральное дерево я подозреваю что так же как и в автомобилях линкольн панельная часть выполнена из натурального дерева возможно и эта шкатулочка тоже во всяком случае вот эти ее детали они натуральные тоже деревянные очень похожи на натуральное дерево у кого если есть какие-то идеи подсказываете вот так вот внутри все это опять таки даже вот это вот деталь да она тоже на магнитике здесь вот тоже есть магнитик скрытый под черный такой бархатной тканью и так чтобы это деталь не выпадала ведь он так встает прям и так вот ее просто не не выпрыгивает не выскакивает в общем вот такая загадочная шкатулка жду ваших впечатлений ваших наводок и возможно кто-то уже такое что-то подобное видел ну естественно я эту шкатулку приобрела для хранения своих украшений которых у меня огромное количество и сейчас вы на заднем фоне тоже можете небольшую часть коллекции которые я ношу в ежедневном в ежедневных своих аутфитах можете увидеть ну в общем как то так вот эту шкатулочку я определила жить вот на этом столике тоже столик замечательный тоже хочу вам показать и сам столик вот так я приспособила его для хранения опять-таки украшений все у меня только для хранения украшений но во всяком случае в этой комнате ну и давайте сейчас приступим к разбору моей покупки то что я купила на сайте несколько интересных вещиц в этом пакете я для себя увидела не знаю насколько мои ожидания будут оправданы ну и давайте будем открывать пакетик да и сразу думаю что стоит накрыть стол деревянный мягкой тканью для того чтобы не греметь украшениями которые будут доставать ну вот так ну вот так можно приступить теперь к распаковке этого небольшого лот лот был недорогой сразу скажу обошелся он мне 20 долларов с пересылкой что очень как говорится выгодно оказалось но в общем-то насколько там украшения до фотографии были не совсем хорошего качества но вот все таки рассмотреть мне удалось несколько интересных для меня вещиц даже что-то похожее что у меня уже есть я тоже тут увидела в общем вот так это выгонуть так и в общем собрано в одну кучу вот это украшение у меня похожие есть не знаю то ли это или нет давайте приступим буду брать по одному украшению и рассматривать показывать первую очередь конечно хочется убрать вот эти вот цепи что это так это цепочка ее надо чистить как это жидкое серебро называется техника до плетения такие мелкие детальки так маркировка есть маркировка прям уже чувствую что у меня уже руки все грязные вот грязный оказался так маркировку не разобрать кто возможно знает подсказывайте вот эту цепочку надо почистить а так по я по моему поняла что это такое сейчас минутку так это корона серебряная цепочка маркировки нет вот такая цепочка ну цепочки всегда нужны конечно кулоны и различные подвески требуют все-таки кулонов ой вернее цепочек как можно больше так у меня кстати вот подобное похоже украшение есть надо расстегнуть но у меня есть похоже украшение но в идеальнейшем новом состоянии это все-таки немножко такое уже скажем поношенная видавшего вида это колье с розово-фиолетовыми такими подвесочками подвески покрыты в технике аврора бареалис и это стеклянные подвесочки тяжелое такое украшение и я думаю что относится она к семидесятом годам шестидесятые семидесятые так маркировки не вижу на этом украшении ну такая эффектная вещь посмотрите на черном фоне как это будет выглядеть эффектно такая интересная интересное колье так идем дальше есть обычные бусы ну кстати очень интересное сочетание самих бусин все бусины разные и цепь такая тоже необычная бусины матового оттенка бусины эти пластиковые это натуральный камушек здесь часть камушка здесь вот эти стеклянные бусины это стеклянные бусины и эти есть и скол на бусины пластиковые бусины они имеют такой потертости если они если они винтажные они имеют потертости а стеклянными тимеют сколы такие вот бусы без застежки кстати вполне носибельные с различной формы и фактурой бусинами и вот здесь я вижу что это да и серьги комплекту получается комплект собирается такие люстры серьги хочется рассмотреть комплект на такой комплект эффектный получается такое активное колье хочется чтобы и вторая сережка оказалось чтобы комплект был полностью собран ведь покрытие аврора бареалис тоже ну интересное вообще комплекта прям люстра серьги так вот подобного плетения бусы у меня тоже вернее до бусы есть это натуральные камни и вот в такую форму проволочного плетения взяты каждый камушек каждая бусина каменная момент агат но тоже чистить нужно цепочку из этой застежки не вижу я такие интересные на каком-то черном фоне опять таки видите эффектно будет выглядеть что-то такое должно быть контрастное потому что сами камни эти очень нежные оттенки розоватого до молочно-желтого такое такое вот себе так и сейчас покажу украшение ради которого этот вот я и приобрела это вот такое колье натуральный камень вот такая форма кулона соедине соединены вот таким образом сами детали этого кулона это натуральный камень перегородки из меди и бусины вот форме бочонков постепенно переходящий в более мелкий формат в более мелкую форму но красиво очень есть сейчас смотрю у меня есть кстати к этому колье похожие серьги висят вот на этом пенде сейчас я вам покажу эти серьги возможно при близком скажем рассмотрение они не так прям идеально будут подходить к этому колье ну вот такие серьги на мой взгляд вполне себе составляют комплект как вы считаете тоже ой сочетание белого оттенка но это эти серьги и стеклянные бусины вернее это стеклянные бусины просто расписаны вручную думаю что как комплект вполне себе может быть что вы думаете по поводу этого собравшегося комплекта вполне удачно возможно ли вот в такой форме надевать это украшение так и мы продолжаем да я вижу сережку от предыдущего колье с ней все в порядке что очень приятно такая серьга 2 вот такой комплект собрался на фотографии я видела именно эти бусины но непонятно там было что это комплект продавец почему-то не показал сам комплект хотя можно было вполне достойно представить и по отдельности сфотографировать я купил я этот лот именно из-за вот этого украшения у меня похожие есть возможно но в ящике возможно надевать два вместе то колье немного покрупнее и поэтому надевать их думаю вместе тоже будет уместно но и как вот как комплект тоже этот розовенький не понравился так ну и мешочек опустел ничего больше нет но и цепочка цепочки тоже всегда нужны конечно всегда их не хватает всегда они находят свой подвес свой кулон такая эта цепочка в отличном состоянии приятного оттенка золото маркировки не застежки нет в общем без рода без племени но уверена что она мне конечно же пригодится вот такой сегодняшний я лот такая сегодняшняя покупка и жду ваших впечатлений по поводу вот этой лаковой шкатулки что вы думаете возможно вы уже встречались подобными вещицами так что жду жду ваших впечатлений ваших комментариев ваших дополнений за которые я буду вам очень благодарна всем мира добра и красоты а с вами была оксана увидимся в следующем видео всем всего хорошего пока пока